Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь по случаю празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна предлагает для нашего назидания отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 1, стихи с 29 по 34. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, видя Иоанн и Иисуса грядущих себе, и глагола «Се агнец Божий в земли грехи мира, сей есть о нем же аз рех, по мне грядет муж, и же предо мною бысть, яко первие мине бе». И аз неведих его, но доявится Израилеви, сего ради приедох аз в воде крестя. И свидетельствова Иоанн глаголя «Яко видих дух сходящ, яко голубь с небесе, и прибысь на нем». И аз неведих его, но послав имя крестите водою той мне рече, над него же узриши дух сходящ, и прибывающ на нем, той есть крестяй духом святым. И аз неведих и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и прибывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь духа, сходящего и прибывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». В словах сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, евангелист Иоанн Богослов раскрывает события, произошедшие после крещения Господня и сорока дней пребывания Иисуса Христа в пустыне искушений. Спаситель выходит на свое общественное служение, для чего он и пришел на землю, но прежде, вновь, направляется на Иордан к Иоанну Крестителю. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о том, для чего Господь второй раз приходит на Иордан, пишет, «Иоанн крестил Иисуса вместе с другими многими, и многие могли предполагать, что он приходил к Иоанну по той же причине, как и другие, то есть затем, чтобы исповедать согрешения и омыться в реке с покаянием, то Иисус и приходит снова, чтобы и самому Иоанну дать возможность исправить такое предположение». Действительно, Иоанн, сказав, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», совершенно уничтожил всякое подозрение. Титул Агнца Божия, который дает предтеча Спасителю, стал неотъемлемой частью нашего христианского богословия. Но что же означали эти слова для иудеев, которые стали свидетелями описываемой встречи Иоанна Крестителя и Иисуса Христа? Всем было известно, что в Иерусалимском храме каждое утро и каждый вечер приносили в жертву Агнца за грехи народа Израилева. Как предписывается в 29 главе книги Исход, эти жертвы приносили каждый день с тех пор, как храм был построен. Возможно, Иоанн Креститель хотел этим указать на то, что именно Иисус Христос есть тот Агнец, который своей жертвой навсегда может искупить людей от греха. У пророков тоже есть два упоминания образа Агнца. Пророк Иеремия писал, «А я, как кроткий Агнец, ведомый на заклание». Книга пророка Иеремии. И у пророка Исаии есть великая картина того, кто как овца веден был на заклание. У обоих этих пророков было видение того, кто своей любящей жертвой и своими безропотными страданиями искупит свой народ. Вполне возможно, что Иоанн Креститель имел в виду пасхального Агнца, как указывает Александр Павлович Лопухин. Креститель назвал Христа Агнцом Божиим в том смысле, что его сам Бог избрал и приготовил для заклания в жертву за грехи людей, подобно тому, как евреи при выходе из Египта готовили Агнцев, кровь которых должна была спасти их дома от грозного суда Божия. Бог давно уже избрал этого Агнца и теперь давал его людям, всем людям без исключения. Агнец Божий. В этих словах есть нечто удивительное и поразительное. В них выражена любовь, жертвенность, страдания и триумф Спасителя. Но также не менее удивительными были и другие слова Иоанна Крестителя. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Именно при крещении Дух в силе снизошел на Иисуса Христа. Надо помнить, что в это время еще не было христианского учения о Святом Духе. Полнота понимания придет к апостолам только после Пятидесятницы. Иоанн Креститель, говоря о Духе, должно быть мыслил в иудейских категориях. А как Духа представляли себе иудеи? Дух, по древнееврейский руах, это значит ветер. Этим словом обозначается Дух Божий в книге Бытия, когда описывается творение мира. «И Дух Божий носился над водою». Таким образом, одно из представлений Духа – это сила и источник существования жизни. По другой – ощутимое сошествие Бога в жизнь человека, как это проходило с пророками. «А я исполнил Духа силы Господней, правоты и твердости», – говорит пророк Михей. «А Исаия слышит от Бога такие слова «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои». Но в отличие от пророков, которые пребывали в Духе периодически, со слов Иоанна Крестителя нам открывается, что Дух Божий пребывал на Иисусе Христе непрестанно, указывая на божественность Мессии. Иоанн Креститель в своих словах о Христе исполняет свое служение Богу, указывает людям на Мессию Христа. Этим он подает пример каждому из нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами стали свидетелями милости Божией, пришедшей в мир, указывая проповедью своей жизни на Иисуса Христа, как на путь к спасению всех людей. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok